Здравствуйте, друзья! Сегодня давайте поговорим о слабых местах Jeep Grand Cherokee серии ВК. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке данного авто. Начнем мы неизменно с силовых агрегатов. Базовым двигателем Гранта стал 3,7-литровый бензиновый V6 мощностью всего 210 л.с. Но гораздо увереннее внедорожник себя чувствует с 4,7-литровым бензиновым V8, отдачей 230 и 235 л.с., мощность которого позже была доведена до 305 л.с. Он идеально подходит для перехода на газовое оборудование. Для самых требовательных предусмотрен 5,7-литровый движок. Силовой агрегат развивает 326 л.с. Он тоже хорошо переносит переход на газ. Для европейцев американцы подготовили дизель 3,0 CRD от Mercedes-Benz. Моторы V6 3,7-литра и V8 4,7 здесь одного семейства Chrysler PowerTech. Ресурс цепи колеблется от 120 до 150 тысяч километров. Замена дорогая. Главная страшилка моторов PowerTech – выпадающие седла клапанов. Проблема более всего характерна для моторов V8, причем с установленным ГБО. Снизить риск возникновения такой беды можно, достаточно не перегревать мотор. Если видите следы перегрева, знайте перед вами типичный смертник. Еще одна проблема PowerTech, причем встречающаяся гораздо чаще – залипание гидрокомпенсаторов. Это лечится переходом на более жидкое масло и сокращением межсервисного интервала 1000 до 8. У моторов 5,8 и 6,1 литра привод ГРМ ОШВ с единственным распредвалом и толкателями. Цепь короткая, с ресурсом проблем обычно не бывает. Если вы выбираете машину с мотором 5,7 литра, учтите, что ей положено только оригинальное масло. Масло иной вязкости нарушает работу хрупкой системы отключения половины цилиндров – МДС. На 6,1 литра такой системы нет. АКП В5А580 – это не что иное, как мерседесовский 5G-троник. К моменту установки на Гранд Чироке коробке было уже 8 лет, и детские болезни, вроде слабой втулки маслонасоса, были решены. Отличный агрегат при условии замены масла через 60 и компремонта на 200 тысяч. АКП может отходить все 500 тысяч километров. Крайслеровская коробка 545RFE, как показала практика, менее вынослива, чем немецкая. Гидроблок имеет меньший ресурс и более уязвим для грязного масла. У АКП было две ревизии проблемного гидроблока в 2004 и 2008. Первая модернизация слабо повлияла на ресурс, а вторая, кажется, оказалась более успешной. Рекомендации будут те же, что и с мерседесовской коробкой. Масло менять не реже, чем раз в 60 тысяч, следить за рабочей температурой и течами. Капремонт вряд ли удастся дотянуть до 200 тысяч, но все зависит от стиля езды и периодичности ТО. Карданный шарнир неразборный, учтите это, если люфтит, придется платить дорого. Ресурс конструкции в среднем от 120 до 150 тысяч километров. Не забывайте и про замену масла в мостах и раздаточной коробке. Замена положена раз в 60 тысяч километров. Что касается подвески, то здесь много жалоб на родные амортизаторы, которые в стоке шли без пыльников и при неудачном раскладе вытекали уже тысячам к пятидесяти. Скорее всего, на вашей машине родные будут уже на что-то поменены. Много положительных отзывов от амортизаторов и пружинок ОМЕ. Они чуть повыше оригинальных и более стойкие. Рычаги, сайлентблоки и ступичные особо низкой ходимостью не страдают. Но все очень сильно зависит от стиля эксплуатации и качества компонентов. Джипы часто покупают для безрассудной езды по ямам на полной скорости. Так что удивляться полностью ушатанной ходовой не стоит. И обвинять во всем плохое американское качество тоже. На машинах с квадратрак 2 с понижающим рядом раздатки нередки глюки управляющей электрики. Если видите ошибку сервис 4WD System и понижайка не включается, не спешите приговаривать всю раздаточную коробку. Дело может быть в относительно недорогом актуаторе или вообще в сгоревшем предохранителе. На дизелях ошибка P1270 в большинстве случаев говорит о смерти приводного мотора вихровых заслонок впускного коллектора. Многие мастера предлагают замену коллектора в сборе, но можно обойтись моторчиком. Причем если покупать мерседесовский, а не красеровский, то будет дешевле. Ошибка P0404 по клапану рециркуляции отработавших газов EGR на бензиновых моторах вылезает иногда просто после не очень удачной заправки. Но частенько напрямую указывают на то, что клапан пора менять. Постарайтесь хотя бы иногда чистить его превентивно. Довольно коварна ошибка P0088 на дизельных машинах. Она указывает на недостаточное давление в топливной рейке, а причин может быть множество. Из-за грязнения топливопроводов, из-за воздушивания, и неисправный ТНВД, и регулятор давления. Короче, при возникновении надо искать хорошего диагноста. Плохой будет менять все подряд, пока методом тыка не найдет неисправность. В салоне есть вставки из кожзама, которые могут быть уже в непотребном состоянии, не поддающимся реставрации. Только перешивка и еще один повод поторговаться. У люка часто встречаются проблемы с механизмом раскладывания и забитым дренажем. А вода в салоне – первый враг электрики, которую также нужно всю проверить на работоспособность. Все подъемники, регулировки, климатическая система и дисплеи. На кузове ржавчина первым делом появляется внизу передних крыльев, далее – низу дверей и задних арок. В целом, стойкость к коррозии у машин высокая, а гнилые варианты, скорее всего, после ДТП. Облезлый хромированный декор, часто встречающийся на этих машинах – хороший повод для торга. Если же вы являетесь владельцем Jeep Grand Cherokee VK, то делитесь своим опытом владения. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе БУ машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!